Снова всем привет, дорогие подписчики на канал, с вами я, Карбончик, и сегодня мы снова играем модификацию Носталки-Артен Чернобыль под названием Фотограф. Я разобрался со всеми нюансами, со всеми косяками, которые я натворил. Вот, пока что это еще все в процессе. На данный момент у меня начали звонить только найти Васильева, и я только что пришел к Брауну, как раз-таки сделал те фотографии, и только-только отвел дезертира к Эдику, и получил от него данные как раз, которые я только что передал Брауну. Как раз мне дали время отдохнуть, и, в общем, мне пришлось перепроходить половину игры. Но попытался сохранить все эти функции, то есть попытался не отклоняться от того сюжета, который я делал видео, чтобы было примерно то же самое. То есть, видите, та же самая сумма денег. Немножко с тварей пособирал, вот, когда их убивал. Еще в чем разница? В шмотках разница, потому что, когда, помните, на лагерь Эдика напали кабанчики, там было сообщение, типа, помочь. Я как раз приехал туда, вот, в этот раз убил побольше кабанчиков, ни одного, там штук пять, наверное, даже еще тушканчиков просто пострелять. И один, в общем-то, сталкер умер в этот раз. Один там еще лежал, дай аптечку, в общем-то. Ну, ему там свой собрат помог, я аптечку ему не давал, там ему его брат сталкер помог. И у него, а вот второй умер, и у него был комбинезон диггера. Кстати, прежде чем идти, надо починить его, я вот совсем об этом забыл. Сейчас чувствуется, цена за починку будет нехилая, потому что комбинезон круче, чем тот, что у меня был. Чуть-чуть, но круче, вот. Я его взял, тот уже продал. Бонжорно, сеньоры. Бонжорно. И вот отремонтирующий, спросил, сколько он спросит. 9000 стоимость починки брони. Мастер, мне не хватает денег. И что? Сколько мне не хватает там? Мне не хватает. Давайте что-нибудь продадим на 200. Вот, например, оливки толкнем. И тогда починим, и у нас вообще денег не останется. Отремонтируй броню, спасибо. Сейчас у меня, короче, денег 85. То есть, вы видите, какая здесь бешеная, тупая экономика. Но, но, я за это время вообще не упускал возможности фоткать всяких разных людей. У меня на данный момент 26 фотографий, и пока у меня есть свободное время, пока они там с флешки берут информацию, я съездю к как раз таки тому китайцу, и я продам фотографии. Но к тому я сейчас стал снимать, то есть, я должен, по идее, был позже, начать съемку. Просто неизвестно, когда я еще сюда вернусь, потому что там мне потом как раз скажут, сейчас будет информация о каком, ну, знаете, этого объектива, как раз нужно будет идти туда. И как раз там тут информация похороны, которого я там буду искать, и, наверное, сразу отправлюсь на... Сразу отправлюсь в право-зону. И потому-то... Так, сейчас. И потому я не знаю, когда сейчас сюда вернусь, потому что если я отправлюсь снова сюда, все будет и произойдет то же самое. Но теперь мое сохранение выглядит немножко по-другому. Теперь вы увидите то, что вот. Один, два, три, четыре, то есть я все-таки стараюсь сохранять ключевые моменты теперь. Я цифрами сохраняю, в общем, у него в этом плане вот, так раз он меня уже вызывает. Но пока я к нему не пойду, потому что че он отправит фотки. Блин, вот он меня ждет. Сейчас посмотрим. Вообще интересно, может, он скажет, типа, какие-то фотки не подходят, мне неинтересно. Это сейчас тоже нужно проверить. Сохраняемся. Привет, имею кое-что для тебя. Неужели отснял для меня фотоматериал? Давай сюда скорее, держи мой день, как и договаривались. Забираю фотографии. Как я и говорил, качество неактивно, в принципе, все разборчиво. Будут еще снимки заскочивать. Творческих успехов тебе. Получил 10 и еще, и еще 10. До встречи. Остальные 6 я продать не могу. Где они у меня? Вот, 6, да. Остальные 6 я продать не могу, потому что он берет только по 10 штучек. Вот, и у меня сейчас 20 тысяч. Это, наверное, основной доход, который будет иметься в этой игре. Возможно, конечно, в дальнейшем еще отходятся какие-то дополнительные доходы, но в данный момент единственный способ вырабатывать деньги. Сейчас, в общем-то, я поеду за флешкой, потом я дам всякую информацию, то, что вы уже видели на предыдущих видео, поэтому снимать смысла нету. Я продолжу съемку, когда я как раз-таки начну поиски Харона. Итак, вот мы подошли к тому самому косячному моменту, где я сделал все неправильно. Во-первых, сохранимся в этом месте, сохранить игру. Уже 10-го у меня будет, так сказать, резервное сохранение. Как раз здесь у нас и появляется задание вернуться к полковнику Брауну, чего мы сейчас делать не будем, а постараемся найти того самого Харона. Теперь я стал делать еще более умнее, что я делал до этого. Я стал скринить некоторые диалоги, которые важны, чтобы в случае чего здесь в истории пропадает что-то. Пусть всяко громко играет. А хотя сейчас мы от нее не уедем. Так, вот так лучше немножко поубавил. Так вот, я стал скринить некоторые диалоги, самые важные, чтобы максимально... Ну, не здесь еще и когда я разговариваю, здесь тоже. Но, в общем, по одному скрину на самые важные разговоры, которые потом, когда будет какие-то несуразие, чтобы я мог прочитать и вспомнить, ага, о чем мне нужно сделать, там, или еще что-то. Потому что без этого здесь реально никак. И, как я вам уже говорил, это... Я повторюсь еще раз, в модификации Stalker играть это больше возгребательство, чем удовольствие. Вам придется с этим, как сказать, смириться. То есть, фанаты Stalker все равно будут играть, все равно будут, если где-то какой-то косяк переигрывать, как я, полуигры. Но я думаю, что именно фанаты Stalker, которые уже давно играют в модификации, они уже давно сейвятся не через F6, а действительно сейвятся, то есть через каждый раз новый символ. F6 только чисто так, вот каждые 5 минут, и через каждые полчаса новые цифры, там, или там, не знаю, никак по-другому сейвятся, там, QQ, потом QQ, ну, в общем, и знаете все такое в этом стандарте. Теперь нам нужно искать Харона, я полагаю, что здесь его нет, потому что это будет очень тупо. Я вот видел какой-то там, интересно. Я полагаю, что, возможно, там что-то есть, там, может, и там какие-то машины были. Давайте остановимся, выйдем, значит, он пить, сука, хочет. У него было две бутылочки воды, придется одну сейчас заюзать, потом он захочет, сука, жрать. Придется ему опять запивать дать. Так, одну минус. Сейчас еще успею с ножом отбиваться, в конце концов. Да, с ножом отбиваться. Одной. Черт, промахиваюсь, конечно, но она уже, сука, хромая. Давай, иди сюда. Крутая, да? Свободно. Так, теперь с каждой соберем, перезарядимся. Такая перезаряжаемся, будем собирать с каждой псины. Вот ведь назойливая шапка. Жаль, корейцев на нее тут нет. Корейцев? Я понял, глазу этой твари нет. Как же эта сука тогда видит? Ладно, назову эту шапку слепой собакой. Каждый раз он называет собак так, как они потом в итоге были названы в сталкере. Такое ощущение получается, что именно фотограф дал название вот этим вот всем животным, которые в итоге стали называться. Ну, тут, блин, конечно, фотографу присваивают слишком большие понты, если честно. Но, да ладно. Тут большая свалка. Я полагаю, что здесь либо кто-то, либо что-то должно быть. Так, давайте-ка еще раз сохранимся. Цифркой пока сохраняться не будем, пока только так. Что ж, тут ничего нету, кроме действительно хлама. Я полагал, что... Да, звуки, конечно, здесь пропугают. Так вот, я полагал, что здесь все-таки найдется какой-нибудь человечек, который, возможно, спрятался или еще что-то. Кстати, вот таким образом можно, по-моему, на кран залезть. Может, на нем что-то есть. Сейчас пробую запрыгнуть. Ах, сука, не хочет. Вот. А, отлично. Так. Сука, не спрыг... Не падай. Хотя, можно так осмотреть, наверное, или нет. Я аж сам сижу на стуле подпрыгиваю, блин. Всегда так, когда что-то не получается, начинаешь сам подпрыгивать. Так, стоп. Ага. Ага. Вот. Здорово. Так, сохраняемся. Бля. Твою мать. Главное, опять, долго не пролазить. А то сейчас буду пока лазить, искать, там, развлекаться, херня страдать. Ну, в пизду, короче, этот кран. Вот, у меня опять пропадет, так сказать, время было упущено. Получится так, и я опять ничего не выполнил. Ладно, здесь нету. Тут тупая свалка. Я надеялся, что здесь что-то или кто-то есть. Больше думал, что здесь есть, конечно, что-то. То есть какие-нибудь там предметы. Сейчас бабахнет. Как-то не красочно бабахнул. Ладно, где моя тачка? Стоп, где моя тачка? А, вон, твою мать. Вот, поездю по местности, поищу хорону. Кстати, я, по-моему, еще раз просмотрел чат, ну-ка, когда я снова разговаривал с этим дезертиром. Ему нужно было не на испытательный... Смотрите, там, как что-то называется. Ну, где... Так, я опять... Я, в общем, запутываюсь немножко в карте. Вот. Так, вот, на испытательный... Вот, мертв... Ему нужно было не в миротворчество корпуса, а как раз-таки ему нужно было в промзону. Вот, наверное, когда я найду путь в промзону, возможно, я перерасхожу на нее. Все. А, возможно, я сразу возьму этого солдатика с собой. А может, получится так, что я возьму этого солдатика с собой, он может мне еще и помогать будет. Будет вообще просто идеально. Но это вряд ли он... Помогать мне незачем. На болото. Нет, на болото нам пока не надо. Вот, я тоже боюсь этим Васильевым. Я вот тоже, не дай бог, получится так, что... Время будет упущено, и я, так сказать, просрал с Васильевым. Но в данный момент за Васильевым идти точно нельзя. Потому что сейчас, если я пойду за Васильевым, я опять буду перемещаться на локацию, на локацию, и потрачу кучу времени, и... Получится так, что я опять просрал время. Поэтому сейчас... О, там куда-то дали. Сейчас единственная задача, это... Только сейчас... Это там, по-моему, телепорт на болото. Ты что, собачка что здесь только? Бум. Там из тачки решил долбить, да? А там что-то живет, кстати. Эй, ладно, выйду из долбитов. Ай, неправильно я их мочу. Ай, help. Вот тварь, а. Так, тихо. Сели. Винтуемся, винтуемся. Ай, сожрали тварь. Пробуй основное количество собак передавить. Так, вот она. Начнем с этой. Блин. Не удалось. Так. А почему, на самом деле, я бы не давить их, а? Оп. Все. Раз уж есть тачка. Но я говорю, что из-за тачки теряется, конечно же, небольшая... Эээ... Атмосфера игры. Остальные-то где? Я что, всех передавил, что ли? Нет, не может такого быть. Ладно, всех так, всех. Пойду тут пособираю. Где-то тут еще одна псина лежала. Ну, вот тут две лежат. Издалека видно, а потом пропадает тут же. Сейчас тут издалека будет видно вторую. Ну, вон, на каком машину прям лежит. Тут еще одна лежала. На самом деле, издалека видно, когда подбегаешь, уже тяжело заметить в траве. Так, вот где-то здесь одна лежала. Прямо на каком машине. Да, вот она. Так, ну, в принципе, эти деньги маленькие получаешь. А вон они резвятся. Что-то тут нечистое происходит. Это либо... Собака, которая раз... Эта... Которая... Как там ее... Здесь, по-моему, контролер, значит, есть. Точно. Твою мать, сейчас я сожру вот так. Да, меня сожрали. Тут слишком много таракашек этих. Очень много. А контролер сам по-другому выглядит, заметьте. Он сейчас будет собирать меня? Или жрать? Что он делает со мной? Он ест меня, походу. Ладно, сейчас заложим. Уложим его. Сначала разберем с таракашкой, потом будем мочить его. Так, я опять завалил собачек. Сейчас срой стачку. Делаю ее в 6. Задаем назад. По-моему, если он только собачку не собрал. Ну, да ладно. Так. А может, выдавить его нахрен, да? А что, почему так не сделать? Так и сделаю. Игра окончена. Так быстро меня замочило. Что сейчас он будет делать? Жрать мне отсюда? Чувак, не получится. К сожалению, когда я начинаю на него ехать, он тем, что выворачивает мне мозги, он останавливает, в общем-то, мою машину. И она едет гораздо медленнее. Ну, потому что он останавливает меня. Я начинаю тупить жестоко, и уже не могу... Блин. А, это нормальный вес. А, да, это шпахилиц, на самом деле. А то человек к нему поперся и с таким хп. Правда, у меня, по-моему, больше хп-шек нету, да? Надо будет потом купить или, я не знаю... Или купить, потому что хрен тебе что возьмем. Ладно, побежали скорее сразу. Не даем ему нас за мозги пока что делать. Пускай это ракашку сначала стреляем. Да, далеко он за мозги берет. На отличие от основного тени Чернобыля. Надо выйти на такое место, чтобы видно было в траве. Не сука, ныкается жуть. Все патроны так просто, что таракашка. Их все больше и больше. Косой. Кажется, отстали. Ну ничего, что один в поле не воин, дальше не лезет. Так, теперь пошли вылететь друг от друга. Только для начала, опять же, сохранимся. Зарядим один потрошку. Стоп, а что если нам взять, если положить его с чего-нибудь посерьезнее? Кстати, калаша у меня нету, блин. Вот это как разница между тем и тем. А давайте сфоткаем его. Я же сохранился. Посмотрим, чего это даст нам. Где он, кстати? Ладно. Да другое бери, чувак. Тебе так за мозги уже взяли. Да другое. Ай, все, сдох, короче, я уже. Он берет не то, что надо. Он фотик достает. Обойдемся без фоткания, короче. Передумаю его фоткать. Может, тихо его заглушить, а? В голову попробовать. Попробую в голову пострелять, если ему там постоянно в голову. Вщи, 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 вщи. Замочил. Вот это да. Всякое я тут уже видел. Но такое. Что же за эксперименты тут проводили над людьми? Что из них такое получилось? У меня чуть мозг не вскипел от его взгляда. При этом нужно быть крайне осторожным. Назову эту тварь контролером. Ну вот видите, типа он называет их, блин. Как будто потом... А потом как будто Сезон стал использовать и название такое. Да, вот это локация на болото, и мы пока на нее не пойдем. Но это локация на болото. Ладно, продолжим дальше наши поиски. Где наша тачка-то? Зато контролера мы замочили. Ну, не так уж сложно это было. Когда стреляешь ему в щи, то быстренько убивать, в принципе. Все-таки я подумал, раз Шетхарон диггер, должен обитать среди диггеров. Просто, наверное, будет сидеть где-нибудь в комнатке там, в одиночестве. Вот. Но он же в конце концов все равно диггер. Поэтому надо искать его среди диггеров. Я думаю, что он будет в какой-то комнатке. Так что еще не среди группы сталкеров, которые беседы ведут. А вот... Так, вот здесь у нас сидит в одиночку как раз таки... А что если об этом его спросить Эдика? Может он что знает? Нет, он ничего не знает по этому поводу. Ладно. Лазим дальше. В стороне суеты. Интересно. Ну, если дальше сюда пойдет будет дорога. Так, значит пойдем сейчас в ту сторону, ту осмотрим. Там вон. Тут же две стороны есть. То есть можно в одну сходить, можно в другую. Тут же вот сюда можно, а можно вот сюда. Сейчас в обе стороны в конец бегаем. Может он где-нибудь на концовке одной или с двух сторон. Так. Группы сталкеров, группы, группы, группы. Что это у нас там такое? Камешки. И ничего более, да? И ничего более. Ладно. Ну, я все-таки думаю, если бы он... Если бы он тут был, я думаю, он был бы отмечен на карте желтеньким в конце концов. То есть не может быть такого, что ты там будешь искать, и только когда найдешь его, он будет отмечен на карте. Он должен быть отмечен, ну, то есть хотя бы желтым цветом, а может потом... В общем, ищем. Странно, что эти диггеров его нету, я не знаю, где он еще может находиться. А, это что за комнатка? Ну, если он был бы... Если он где-то и тут, то точно не здесь. Ладно. Понял. С этих диггеров его нету. Ну, надо искать дальше, что еще надо было бы сказать. По этому поводу. Так, ну я все еще в поисках. Никак не могу найти. И... Не знаю даже. Сейчас попробую что-нибудь по окраинам, попробую поездить. Возможно, что-то на окраинях найду. В общем, пожелайте мне удачи. О, бля, а тут какой-то проход есть. Не заделанный этим решеткой. Может, туда проехать надо? Попробую. Мне тереть-то нечего. С локацией здесь я здесь сейчас не улечу. Как был в прошлый раз. А, ладно, стрелюйте, твари. Лаги! Отлагала. Что, уже воевать не хотите? Ладно. Тогда я поехал дальше. Так. Нужно спрятать у кого-нибудь браун. Нет, браун. Мы не хотим возвращаться. Вот какая-то постройка. Звук какой-то. Ех, твою мать! Да кто же ты такой-то, мать твою? Да уж. Когда ты наверняка был обычным человеком. Ходил на работу. Наверное, у тебя были жена и дети. Незавидное участь. Назову этот вид мутантов излом. Охренеть. Я просто, если честно, редко играю в мутификации, которые добавляют подобные... Да иди сюда. Да и пошла ты нахрен, я на тебе так патроны нахрена потратил. А тут опять ничего нет, смотрите-ка. Постройка. А на ней сталк... Сталкер на ней никакой не отмечен. Вот бензинчик есть только лишь. Облиться и поджечь себя. Так, давайте посмотрим. Вот это... Ой, вот к этой штуке нужно отправиться. Я думаю, там что-то есть. Ну, надеюсь. Так, а где у меня машина моя? Ой-ой-ой. Ой, я уперся во что-то. А, вон тачка. А-а-а! Черт, я прям... Так. Так, куда мы собирались-то? Стоп, а там еще какая-то постройка, что ли? Да, вон. Вот одна, а вон еще одна. Отправим в склой постройки. Давай, разворачивайся. Я специально не кормлю пока, чтобы, блин, когда уж совсем, чтобы потом пить не клянчил постоянно. Он будет клянчить постоянно пить. Ой, вот, нашел, нашел. Наверное, это он. Больше некому тут. Так, как к нему подняться? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. А, вот проход. Так, сохранился я перед этим делом? Даже, даже захоронился вот так вот. Потому что, мало ли, сейчас, может, он там психанет. Он тут, надо гостей-то, редко ждет. Так. Так. Твою мать, чувак, у тебя же площадь пустая, блин. Здравствуйте, уважаемый. Так это шрам. С чем пожаловал? Слушаю тебя. Ну, скин точно шрамы. Ну, главный герой, Чистого Неба, если кто, конечно, не понял. Здравствуйте. А ты кто такой? Что тебе тут надо? Я пришел к тебе, потому что мне нужна помощь. И кроме тебя, никто не в состоянии мне помочь. Люди говорят, что более опытного диггера в сезоне не найти. Лесно мне слышат, чтобы мне говорят, так что тебе нужно, бродяга. Мне очень нужно попасть в промзон, а еще лучше узнать про тропинку в аномальный лес. Дело там у меня. Дорогу туда никто не знает. Может быть, ты сможешь подсказать мне относительно безопасную тропу на свалку и в лес. Не бесплатно, конечно. Ну, предположим, я знаю, как пройти в промзон и в лес. А откуда мне знать, что ты не лазутчик военных? Или, может, ты один из этих дезертиров-анархистов, которые, как крысы, ломятся в эту гребаную промзону в надежде увидеть там райское место? А может, и еще хуже. Ты сумасшедший, сбежавший из психушки. Кому это придет в голову, кроме меня, конечно, в одиночку отправляться на свалку. Тем более в аномальный лес. Не-не, я просто корреспондент, собирая интересный материал о зоне отчуждения. А в промзоне и в лесу говорят, что есть на что посмотреть. Хочешь, и я о тебе напишу, а могу и сфотографировать. Не вздумай даже, никаких фотографий. Не дай бог, увижу или узнаю, считай, ты труп. Уяснил? Уяснил, ну так как сможешь мне помочь пробраться в промзону. В другой раз и... В другой бы раз и разговаривать с тобой не стал. Но сейчас мне самому нужен курьер, который мог бы доставить одному человеку в промзону кое-что от меня. Я бы сам передал, да вот только мне скоро нужно быть совсем в другом месте. Поэтому я... Поэтому приходится идти на риск. Хотя это и не в моих правилах, так что считай, тебе повезло. Ты оказался в нужном месте, в нужный момент, парень. Берешь... Ну, еще бы не оказалось, не в нужный момент. Если я туда не попаду, то нахрен игра тогда сделана. Само собой, игра подгоняется под главного героя. И все прям ложится с катертью для... Ну, в общем, вы поняли, что сам вот этот вот сюжет весь такой... Прям я всегда в нужном месте, в нужный момент. Ладно. Берешься передать посылку, если да, то открою тебе тайну торопинку на свалку. Только смотри, не дай бог, обманешь меня. Из-под земли достану. А ты вообще понимаешь, насколько опасны являются те места, которые ты собираешься посетить? Я берусь достать посылку и не подведу. Опыт выживания в экстремальных условиях у меня есть. Посылку передам в целости и сохранности. Она сказывает, что и как. И я так и... Я так и не понял. Дорогу в аномальный лес ты тоже знаешь? Ладно, хорошо, меня не проведешь. Вижу, ты опытный человек, дальше в лес пути отсюда пока нет. Попасть туда можно будет через промзону. Теперь слушай меня особенно внимательно. Я тебе обозначен на карте маршрут, по которому ты перейдешь от миротворцев в промзону. Минуя смертельные аномалии, с собой возьмешь небольшой зап... Зап... Запаянный контейнер. И не вздумай его открывать на свалке, а тыщешь человека по кличке Лукаш. Он собрал... Он собрал себе немалую команду из сбежавших с военных бас-солдат. Ему посылку передашь. Я предупрежу Лукаша, что послал к нему посыльного. Поэтому Лукаша спросишь. Он тебе может подсказать, как попасть в лес из промзоны. А с тобой мы еще обязательно увидимся. Все понял? Все понял? Обозначай на карте переход в промзоны. Я пойду. Так. Ф6. А пистика... А пистика у него так себе. А он храпать не тратит мне практически. Только броню. А, броня портится за него. Ну нахрен. Все-таки не такой уж плохой комбинезончик-то. Защищает как-никак. Ясно. Ясно. Ясно иди нахуй, как говорится. Как не скажет МДК. Так, ладно. Теперь смотрим, какие у нас появились новые телепортации. Отсюда ничего не появилось. Нам придется опять идти вот сюда. Браун, генерал Смит в промзону. Ага, понятно. Так, ну ладно. Давайте-ка опять сохранимся цифркой. Наверное. Да, сохранимся цифркой. Не помешает сохранить игру. 12. Сохранить. Твою мать. Заводим машину и едем обратно на... Как уж что-то. Опечный я забываю. И Пэшли, так там его там клич-то. Испытательный полигон. Нет, испытательный полигон сейчас я нахожусь. Так, а нам надо... Да, миротворцем, короче. Миротворческий корпус. Все, отправляемся. Попробую с собой прежде вояку взять. Попробую съездить к вояке. А, кстати, он где там? Я даже не знаю, где он там сидит-то. Тогда ладно. Тогда без вояки пока что промзона пока один. Выполнить секвесты. Потом я, может быть, проведу вояку в промзону. В общем, сейчас я планирую сделать так. Во-первых, я опять делаю очередное сохранение. Которое будет уже 13-е. Несчастливое, да? Вот. И еду как раз к полковнику... Брауну докладываться. И... Если происходит какой-то косяк... Опять я перемещусь в промзону. Мне скажут, что это не провально. Я тогда пробую так. Я попробую тогда без докладывания Брауну сразу туда. Если опять косяк, то нужно будет с предыдущих сохранений... Ой, да что-то икать начал. Кто-то вспоминает, наверное, с предыдущих сохранений. Придется уже тогда думать что-то еще. Ну, пока что вот по таким этим... По такому списку. Тем более, что... Вспомним-ка, полковник Браун... Или как там он? Полковник, не полковник. Должен мне выдать оружие. Нифиговую эмочку такую. С... Ну да, с прицелом. И она мне очень нужна будет в бою. Так что я думаю, что... Да, к полковнику Брауну нужно попасть. К лету сию. Сейчас, наверное, будет уже другой диалог. К лету сию. Посмотрим, какой диалог будет в этот раз. Приветствую, полковник. Ну и что, Футров, какие дела? Поговорил с Ворониным. Говорил, что маршрут в лес стал недоступен. Известный запасный путь. Нормальный лес. Он нужен только с территории промзона. Так что получается, что мне по-любому нужно промзон. Кстати, что там с вашей группой? Так, подумал рассказ про группу. Хотя теперь сильно сомневаюсь, что... На самом деле... О, сколько много информации. На самом деле мне Воронин дал наводку на одного старого диггера-отшельника. Я его отыскал на полигоне. Очень странный и подозрительный тип. Возможно, имел к нему... Возможно, именно к нему и пробирался агент, который я уничтожил здесь недавно. Этот самый диггер за одну небольшую услугу отметил мне на карте тайную тропу отсюда промзон. Так что с переходом все нормально. Уточните мою задачу по операции мышеловка. Я выдвигаюсь в путь. А насчет отшельника я не стал ему сразу выкладывать свое подозрение. Потому что сначала следует осторожно к нему присмотреться и выяснить, кто он такой на самом деле. А уж потом что-то предпринимать. Тем более, что Харон просил меня отнести в промзону посылку в небольшом запаянном контейнере для какого-то Лукаша. Это Лукаш, по словам Харона, собрал в промзоне отряд из дезертиров. Возможно, у него удастся что-то выяснить про этого странного диггера. По отношению отшельника интересные сведения. Не слышал никакого раньше кличка Харон. Ты все правильно сделал, что не высказал подозрение при первой встрече с ним. Тут нужно действовать хитро и осторожно. Я попробую по своим каналам что-нибудь про него разузнать. Очень хорошо, что рисковать тебе с аномалией не придется во время перехода на свалку. В принципе, в общих чертах я тебе все объяснил. И еще раз, коротко. То, что нужно выйти на след группы наемников, которая должна в ближайшее время осуществлять высадку в промзоне и выдвинуться навстречу второй группе, которая высадит чуть позже в аномальном лесу. Тебе нужно найти начало трапы ведущей из промзоны в лес. Затем тихо и незаметно проследить, когда наемники пойдут к точке перехода. Так, да уж. Главное не вспугнуть их раньше времени, чтобы они не успели предупредить вторую группу. После обнаружения первой группы у точки перехода. Эту группу необходимо безвредить у главного забора... А, у главного забрать ОПДА и узнать маршрут их перехода в лес. И место встречи двух групп наемников. В самом аномальном лесу. Далее перейти по найденному маршруту в лес и дождаться... Так, и дождаться укрытий, когда на место встречи подойдет вторая группа. Иничтожит ее, забрав в угла варя этой группы и его ПДА. Там должно быть очень важное сведение об операции Мышеловка. Вспугнуть раньше времени вторую группу тоже недоступно допустимо. Они должны успеть предупредить о провале операции. После завершения этого этапа тебе будет ждать на полигоне... Ждать на полигоне территории российской базы мой связной. Через него передашь все полученное... Тоже мы считали. Все понятно, да? У меня все понятно, волковник. Так, сейчас мы здесь заскриним. Все понятно, ясно, волковник. Почему через связную, а не напрямую вам? Потому что я вскрою... Вскоре отлучусь на некоторое непределенное время, когда я зачем сказать не могу. Дело секретное. Так что только через связную можно будет передать мне информацию и получить от меня дальнейшие инструкции. Да, и еще есть сведения, что в промзоне вместе с первой группой высадит еще одна группа наемников, которые отвлекающие действия за... Что за группой, как бы, неизвестно. Так, чтобы принимать там на пулю. Типа была только что операция аптека. Так, хорошо, полковник, давайте на районе, я пойду. Ну, наконец-то, настоящее дело. Надоело уже туда-сюда бегать. Как бы нам не пожалеть об этом настоящем деле. Ну, да ладно. Опять сломался, блин. Моя шмотка. Куда, терницу, выкладывать-то, блин? Пускай тут пока у тебя постоит на хранении, не против. А вот и хорошо, что не против. Подойду еще к этому, к Мариу схожу, починю там пару предметиков. Может, что продам, что куплю. Ладно, починился, продать ничего так и не продал. Как всегда. Отправляемся. Я думаю, то, что... Так, значит, давайте посмотрим, куда перемещение. В промзону-то у нас. На болото. А, это не то место. Ага, вот оно. В промзону. А, так это надо к этим подходить, которые меня сейчас не пропустят. Ну, в принципе, там перепрыгнуть можно. И дальше так пройти. Самый прикол, что переход делал, что миротворцы, там же миротворцы, знали, блин. Че, они не могли туда просто шагнуть и все, что ли? Ну, ладно, это же... Как-то же текст вам объясняется сегодня, и все. Ой, кошку сдавил. Черный вроде бы. Ну, если бы я не сдавил, она перебежала на дорогу, и была бы мне неудача на пути. Сейчас должна быть удача. Так, подъезжаем. Останавливаемся. По-любому паркуемся. А сейчас посмотрим, что он мне скажет. Так. Эй. Мы диалог с тобой будем поддерживать или нет? Братко. Бевать. Здравия желаю. Да, вот мой пропуск. Потерян предмет. Понятно. Ну, в общем, пропустили нас, не просто через заборчик перепрыгивать. Внимание! Вход в Чернобыльскую зону отчуждения осуществляется... Да слышал я это, слышал. Водички надо хлебнуть. Хлеба не так и знал. Лучше бы не кормил бы его, на самом деле. Так, ладно. Здесь сделаем сохранить игру. Назовем это уже 14. Так, и теперь перемещаемся на следующую локацию. Почему раньше этого перемещения не было? Ну, ересь же, блин. Нет, никаких заданий провальных у меня нету. Найти Лукаша все так же. Мышеловка все так же активна. Так что никаких провальных у меня нету. Так что сохраняемся и все. Кстати, по поводу того, что там говорилось и про мзону говорилось, и про свалку говорилось. Нужно для себя запомнить то, что промзона это и есть свалка. Это два названия одного и того же места, чтобы не тупить потом, когда мне будут говорить. Вот, иди на свалку. Свалка это и есть промзона, и все почему-то по-разному называют. И это усложняет, конечно, понимание. Не знаю, зачем так сделали. Но надо запомнить то, что это два... Ну, в общем-то, я тоже запомнил, что поначалу тупил, блин, свалка, говорит. Так что-то еще и свалка, что ли, есть. Потому что я ненавидел ее на карте. И поэтому, в общем-то, потом я уже понял, что когда он объяснял, что такое промзона, он говорил про свалку, и потом я все понял. Ладно, думаю, на это на сегодня хорош. Пораньше немножко закончим, потому что если сейчас продолжать дальше, то мы уже не закончим. Там дальше все заплетется, переплетется. И будет все очень длительно и долго. Поэтому закончимся сейчас. Если вам понравилось, не забывайте подписываться, ставьте лайки. Не забывайте ставить комментарии. Всем пока, до новых встреч и ждите новых серий.